Ребята, всем привет! Вы попали на мой канал и сегодня я снимаю для вас обзор стилуса с Алиэкспресс. Сегодня мы, конечно же, его опробуем на разных устройствах. Сейчас я иду домой и дома мы с вами уже его распакуем. Кстати, не забудьте подписаться на мой канал и лайкнуть это видео, если оно вам понравилось. Вернемся уже, когда я приду домой. Итак, ребята, я уже вернулась домой. И прежде чем мы откроем этот прекрасный стилус, хочу вам сказать, что я заказывала его в ноябре 2020 года. Пришел он нам только 9 января, сегодня. Ждала его 2 месяца. Итак, ребята, я уже открыла пакет. И вот этот стилус. У него вот такая вот коробка, здесь написано стилус пен. Вроде он стоил 5 долларов и это примерно 400 рублей. Итак, открываем. Вот он. В комплекте лежала вот такая вот черная половинчатая перчатка. Чуть позже расскажу, зачем она нужна. Конечно же, чехольчик для него. И сам стилус. Давайте достанем. Он достаточно тяжелый. Так, пока что отложу. Идет, конечно же, зарядка. Дайте, вот эта вот крышечка, она магнитная, что очень даже удобно. Вот так. Вот, в принципе, сам стилус. Давайте его осмотрим. Я вам уже показывала, что крышечка у него магнитная. Металлический наконечник. Я не знаю, стирается ли он или нет, но мне кажется, стирается, но в наборе не было таких запасных наконечников. Он очень даже похож на оригинальный Apple Pencil. В общем, вот этот стилус. И сейчас представлю вам фотографию Apple Pencil. Вот. Ну, дизайном он, ну, очень похож на оригинальный. Можно сказать, это копия Apple Pencil. Здесь он включается. Да, он уже заряжен. И можно им рисовать. Поподробнее расскажу вам про вот такую вот половинчатую черную перчатку, которая, повторяю, шла в подарок. Ну, да, она мне немножко большевата, но, в принципе, вот так вот она выглядит. Как многие говорили, такие перчатки нужны для того, что всем людям удобно как бы опираться рукой на планшет и писать или что-то рисовать. Так вот, чтобы рука не нажимала лишние кнопки, то вот эта перчатка была создана. Но, конечно же, мы сегодня проверим ее на деле. И давайте будем проверять его, как он действует. Проверять я буду этот стилус на iPad 2. Я очень боялась, что этот стилус не подойдет к этому iPad, но давайте уж проверим. Итак, я его включаю. И давайте зайдем в любое приложение. Давайте зайдем в Sketches. Итак. Он очень удобный, хочу вам сказать, но давайте возьмем другую ручку. Он работает. Очень хорошо. Задержек никаких нет, он не тормозит. Также многие в отзывах писали, что очень боятся поцарапать экран, так как здесь металлический наконечник. Уже при рисовании я заметила, что он очень гладко скользит по экрану, и поэтому, мне кажется, он даже не поцарапает экран. Итак, ну давайте я выберу другой цвет. Вот этот. Да, в принципе, то же самое. Нет задержек, нет тормозов, все хорошо рисует. Так, извините. Что по поводу силы нажатия. Сила нажатия, как я поняла, присутствует вот в этой кисти. Можно заметить, что вот, рисуем тонко и начинаем нажимать сильно, и вот он как бы толще начинает рисовать. Поэтому, можно сказать, можно заметить, что здесь есть сила нажатия. Следующее устройство, которое мы с вами проверим, это Samsung. Android. Зайдем, к примеру, в Autodesk. То же самое. Все отлично. Ну вот, чтобы вы понимали, тоже очень хорошо рисует. Ну, проверим, давайте уж, в конце концов, на телефоне Nokia. То же самое. То же, то же самое. На Nokia тоже он очень хорошо работает. Не знаю уже, куда зайти. Рисовалки здесь, к сожалению, нету. Калькулятор, возможно. Ой. Не туда. Вот. И... Тоже, тоже, тоже самое. Отлично. Все отлично работает. Очень хочу вам показать, какими стилусами я пользовалась раньше. Это вот такой вот самодельный стилус с помощью карандаша и фольги. Я вот такими рисовала. Но теперь он уже мне не нужен. Хочу еще раз вам показать, что ушло в комплекте. Конечно же, сам стилус. Черная половинчатая перчатка, которую я вам показывала уже, наверное, сотни раз. Зарядка от андроида, коротенькая, обычная. И вот такой вот белый чехольчик. Я уже его проверила, и он очень хорошо помещается. И туда очень хорошо помещается стилус. Хочу сказать, стоит ли покупать такой стилус? Мне кажется, да. Потому что... Если вы начинающий художник, то как раз-таки для начинающего художника только стилус подойдет. Мне кажется, профессионалы, они пойдут в сторону оригинального Apple Pencil. Но мне нравится и эта копия. В принципе, что сказать про цену? Цена довольно низкая для такого стилуса, для такого огромного подарочного комплекта. Поэтому... Нужно хорошо подумать, стоит ли покупать оригинал за, не знаю, там, за 8-12 тысяч. Или купить вот такой дешевенький, который будет работать на всех устройствах. Ну, а если же вам нужна сила нажатия, или чтобы стилус примагничивался к планшету, ну, конечно же, этот стилус примагничивается вроде только к новым iPad, то есть к iPad 2, который у меня, он точно не примагнитится. А про силу нажатия, то хочу сказать, что сила нажатия есть у этого стилуса только в некоторых приложениях и в некоторых инструментах. Надеюсь, я рассказала и показала вам все подробно и интересно. Если вы досмотрели это видео до конца, то спасибо вам огромное. В общем, с вами была я. Всем спасибо за просмотр и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok